Слово первое, ничего ты нас с ней собрал? Я собрал. Ну, так я слушал ваш разговор с батюшками. Ну, естественно, как же там без меня обошлось, да? Там вопроса два стоит. Ну, как я понял, что у Александра в основном, это первый вопрос, значит, о церкви, о границах церкви, в каких же все-таки она есть границах, да, в настоящее время, да и всегда в своей истории было. И второе, это рукоположение. Все-таки за счет рукоположения держится церковь. Я понял, как и для меня, например, тоже, в первую очередь, что это должно быть на основании, прежде всего, священного писания. Вот. Все это хорошо, там, ну, и мужи апостольские, вот мы можем взять даже, если есть мужи апостольские, там у меня есть. Вот. Вот. Игнатий Богоносец, там посланник Ефесянам, он действительно говорит о епископах, что они необходимы. Ну, хороший, конечно, очень, так сказать, авторитетный для нас святой отец, все, но все-таки в первую очередь священное писание, да, границы церкви и священство. Почему вот Игнатий Тихонович, и вот в этом я с ним вполне солидарен, ну, прежде всего, начнем еще с Евангелия Христос, когда перед Вознесением, что он явился апостолом, дунул им в уста, ну, мы знаем, да, не буду я сейчас доставать особо священное писание, я думаю, что все это читали, мы все-таки уже взрослые, да, мужчины. Знаем. Кому простится грехи, тому простятся, на ком оставите, на ком останутся, дунул, да, и поведите по всему миру, и проповедите Царство Небесное, и я с вами есть во все дни до скончания века. Во все дни, то есть, Христос обещал, что во все дни он будет с апостолами, ну, то есть, а ихняя задача распространить церковь, распространить учение Христова. Сейчас, конечно, мы даже не знаем, не представляем, что это до конца про учение Христова. Так отдаленно по Евангелию можем там что-то какие-то, ну, или единственное, что по Евангелию, да. Но поскольку у нас в церкви вот и говорят учение, 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 а на самом деле, ну, там столько наворочено, что даже и учение не видно, собственно, особенно Христова. Согласны со мной? Так, так, да. Ну, вот так вот. Как бы я во все дни до скончания века. И значит, что? Когда началась проповедь, в деяниях мы считаем, проповедь была, когда какие-то были нужды в церкви, что происходило? Происходило рукоположение, да. Вот обязательно апостолы говорят, недобро нам, ну, вдовицы, мы знаем, вдовицы были пренебрегаемы в потребностях, и ропот произошел среди эллинистов. И значит, что апостолы говорят, недобре нам оставлять Слово Божие, выберите семь мужей, исполнив Дух Святаго и веры. Выбрали таких. Они возложили на них руки, помолившись. То есть, дело, сказать, такое незначительное, там, ну, что там, раздавать хлебцы, хлеба, да, хлебы, ну, достаточно, чтобы к рукам не прилипало, там, честный человек, и все, да. Нет. И вбирают, в церкви избираются, исполнив Духа Святаго и веры, чтобы были верующие, исполнив Дух Святаго, и на тогда их рукополагают. Сначала их исследовали, действительно ли они христиане, а потом рукоположение исследуют. И далее мы тоже видим, где бы ни было, ну, во все, все деяния в Первом Свящей Церкви, я почему привожу, в Первом Свящей Церкви, там везде пресвитеров, епископов, всех рукополагали. Ну, деканов, пресвитеров, епископов, апостол Павел, там, говорит, Тимофею, докончи, то, что я не докончил, только положи пресвитера, да, то есть, то, что и было рукоположение в Первой Церкви, это было, были, выделяли, то есть, что я хочу сказать, что в Церкви, в Первом Свящей Церкви, выделяли на служение в Церкви, рукоположение, да. Если в Ветхом Завете, какова ситуация была, да, вот там вот для священства, для священства, хотя весь народ был избран, да, выделен из среды, освящен, было леви на колено. И оно посвящалось через жертву, через помазание кровью, помазание кровью, вот, и они освящались и становились священниками. Равины, вот, что интересно, сам даже Моисей, Иисус Равин, они были рукоположены. Почему? Равинатый в настоящее время, он происходит, как и у нас, через рукоположение. Обязательно возлагаются руки. Вот, и у нас, вот, настоящее, так, остановимся на том, что пресвитерство, дьяконство, епископство, в Первой Церкви, вот, ополагалось. Но, что можно сказать? Ну, рукополагается, хорошо, есть служители, выделенные на определенное служение в Церкви, да, христианской. Ну, а почему они называются священством? Называются. Первое, Тимофею 4,14. Не не ради, а пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. То есть, что это за повеление апостола Павла? Что, что он получил, да, через рукоположение, он должен его постоянно разгревать. Естественно, мы, я не говорю о современной Церкви, что мы можем этого в настоящей Церкви не видеть, и вообще, что там настоящие священники и епископы вообще об этом не заботятся. О возгревании в этом даре, и возгревании веры вообще как таковой, да. Это ладно, это другой вопрос. Ну, сам факт, что, как бы, есть уже новозаветное священство с возложением рук священства. То есть, люди через рукоположение уже выделялись на служение, на служение в Церкви. Вот и все. Это то, что касается Церкви, касается священства. Ну, я думаю, понятно, в древней Церкви, в христианской, понятно, границы ее были, да. Была проповедь, было обращение, было крещение. Через крещение становился христианин. Дальше там, ну, были уже проблемы держаться в вере, да. Ну, были все сосредоточены вокруг чего, собственно. Вот вторая глава, последние стихи Игнатих, я говорю, ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. Спасаемых к Церкви. Что это значит? На греческом это звучит так, эпитафто, к одному и тому же. То есть, к Евхаристии. Вот. Человек покаялся, обратился ко Христу, веровал, да. Он должен креститься и потом на протяжении всей своей жизни причащаться. Ну, и все, от этого, исходя уже творить там богоугодные дела, да. Уже знать учение. Вот почему. Вот, например, есть такой... писатель историк, да, Иосиф Флавий. Он в Иудейской войне пишет о Христе, что был такой человек, если можно назвать его человеком, и описывает там чудеса, и все, то есть, что он был... В принципе, он признает и верует, что это был Мессия Израиля. Но, что ему мешает быть членом Церкви? Мы не знаем, стал он хоть членом Церкви, история его умалчивает. Но, вот даже вера его и признание Христа Мессии не делается еще его членом Церкви. Он здесь, он должен все-таки войти в общину. Вот, почему, говорит, общение и благотворение не забывайте. Таковыми жертвами благоугождается Бог. Вот, 13 глава, послание к евреям. То есть, есть некоторые условия для христианина, войдя в Церковь. Первое крещение, принятие тела и крови Христова, кто-нибудь есть тело и крови, но этого не будет иметь в себе жизни, да, сказано. Не будет иметь в себе жизни. Третья глава послания Иоанна. Ну, Ивангелие от Иоанна, по-своему, Господи. Вот, Ивангелие от Иоанна. И послание к евреям общения. И если будете иметь между собой общение, то будут знать, что вы мои ученики. Вот, такие вот границы церкви в древности были, да. Сейчас, в настоящее время. Да, вот, пройдясь по верхам истории, под по верхам истории, конечно, нахватались мы много и разного. Вот, от евангельского учения. Мы отошли, будь здоров. Ну, вот. Но, в принципе, сохранили главное рукоположение. Какие бы там епископы бы ни были наши, они имеют рукоположение. Опять же, начинается граница. Мы здесь говорим. Вот. Игнатий Тихонович, абсолютно верно, упоминают вот, как бы, пять церквей. Только через рукоположение епископата связь поддерживается. Все понимали исторические, как части церквей. В это входят, которые сохранили епископат от первого времени. Это католицизм, православие, григорияно-армяны, копты и сирийцы. Все. Ну, их не пять, а больше. Потому что там он всегда забывает, я ему говорил, эфиопскую. Он всегда ее пренебрегает. Это очень интереснейшая церковь, которая имеет апостольское преемство. Вот. И очень интересная, имеет, как бы, свой, ну, структуру свою, которая древнее и, может, даже интереснее даже нашей православной церкви. Вот. Он ее всегда ему говорил. Как же вы ее забываете? Но он все равно копское, сирийское, армянское, православное и католическое все. Вот. Что я могу сказать, что... Вот восточные церкви, они имеют все, вот, всю достаточность того, чтобы быть православными. Они имеют все таинства. Те же семь таинств, как у нас. Имеют тоже епископство. А говорить об улучении не приходится. Почему? Потому что, ну, ну, как вот, вы не сучок из глаза твоего. Если мы начнем сейчас мериться грехами, то неизвестно, кто окажется больше отступлен. Мы или они даже. Но мне нравится, что. Вот, как бы, несмотря на то, что у них, у каждой национальной церкви, вот, копская, армянская, эфиопская, сирийская, эфиопская, индийская, вот, каждый сохранил свой обряд, свой обряд на своем языке, свои обычаи абсолютно освящены христианством. И они между собой имеют апостольское, вот, эфиопское общение. Вот не мешает им абсолютно, что армяне, например, служат на пресном хлебе. У них литургию может совершать только один священник, остальные стоят внизу. У эфиопов, наоборот, не менее двух священников и там двух или трех деканов. То есть, там, где были апостолы, где непосредственно было апостольское выслужение, там, независимо от ничего, да, существует церковь. До сегодняшних времен она сохраняется на тех демлях, да? Да, да. Где существует рукоположение апостольское преемство, церковь сохраняется. Единственное, что я не могу согласиться с Игнатием Тихоновичем в одном, он называет все время католиков. Здесь вот не только потому, что мне вот не по душе, вот, католичество как таковое, вот. Они настолько вот извратили христианство, настолько извратили вот именно не сами, не народ, а именно епископат. Они, что вот я смотрю, умышленно, умышленно извращено, искажено. И многие священники знают это католически и с этим соглашаются. И вот как бы хрюкая в это, хрю-хрю-хрю, и в это все вот грязь в это лезут с радостью. Вот я не могу согласиться, единственное, что католики вот под таким вопросом, что они церковь, я даже не знаю, вот церковь ли они вообще католики. Почему? Потому что епископат, они сами, ну, показали, что они вот, особенно в конце средних веков, в начале, на нынешнее время, вот, они настолько отошли и стали открыто служить сатане и извращать лечение Христова, что церковью их назвать просто нельзя. Ну, можно сказать, отреклись с тем же, самый вот яркий пример, это вот признание иудеев, что кровь его на нас и на чадах наших, да, на детях наших. То есть, это понятно, что никто за язык их не тянул, они сами сказали. То, что кровь Христова, что они распяли его, римляне, они отказались, как бы умыли руки, они, как бы, как в истории все делается, все по научению и по продавливанию иудеев. Вот как, не своими руками, вот очень показательная история. Вот и сейчас в политике все так творится. Все по научению и по продавливанию, по настоянию иудеев делается чужими руками. Так и тогда было сделано римлянами. Хотя самим это было ему не по душе и непонятно. Пилату мыл руки. Крошь на нас и на детях наших. И вдруг католики говорят, да как тогда, не может быть. Да мы братья, да мы старшие братья, а мы младшие. Да что там. То есть, совсем забыт Христос, забытого жертва. Понятно, что да, они изучают Священное Писание, они там, может быть, верующие есть. Папство и епископат. Они сказали свое слово так. Рядовой католик, он значит смотрит на это дело. И думает, ну, папа сказал, значит это святое, я с этим соглашаюсь. Нет, я не могу с этим согласиться. И значит, он уже выходит из этой общины. Много есть, которые перешли в православие. Даже с западным обрядом. И случается в Антиохийскую церковь. Даже был у нас такой случай. Пытались реанимировать. Даже реанимировали галиканский обряд во Франции. Есть такая ситуация. Переходят. Но те, которые остаются равнодушными и соглашаются с вот этими всякими ляпсисами, которые планомерно, постепенно, и вот, ну, постепенно, планомерно и целеустремленно, сознательно продвигают в мир вот это вот пришествие Антихриста. И вот все для этого делает верхушка. С этим соглашаются. Я не могу признать церковью. Вот, как бы, понимаешь, в чем дело? Ну, вот, все церкви, древние, те, которые имеют апостас Кремса, они так или иначе, так или иначе, вот, пытаются сопротивляться пришествию Антихриста. Пытаются сопротивляться вот этой бесовской системе. Они чувствуют, что это, вот, католики нет. Католики либо показывают, что они вообще ничего не чувствуют, вот, как бесчувственные эти, либо специально продвигают в жизнь вот эту вот антихристскую систему. Давай вот вернемся сначала к вопросу о древней церкви, то есть, в первом веке, да, вот, любишь исследовать вот исторически вот эти все книги, да, о первой церкви. Вот, мы знаем евангельское учение, да, как Евангелие нас учит, каким должен быть епископ, каким должен быть диакон, таким должен быть священник, да. Вот, исторически можно проследить. Во все времена вот было такое безобразие в церкви, да, которое мы сегодня наблюдаем о том, что не глядя совершенно на чистоту священника, хотя золотоус чего-то, допустим, обозначает о том, что священник, ну, я не помню дословно, что священник должен быть подобен солнечному свету, чистоты человек такой, и причем должен иметь на себе особые дары от Господа, вот что мы сейчас видим, мы не к Тимофею послание, да, только вопрос не родения, а чистоте такой. И не всегда ли было такое безобразие в церкви, которое мы сегодня наблюдаем, вот что ты об этом можешь сказать? Вот апостол Павел говорит, по отшествии моем войдут волки лютые, нещадящие станут. То есть он сразу говорит, из вас самих восстанут лютые волки, нещадящие станут. То есть по отшествии моем. Это первый век, 60-е годы, 60-е, 50-е годы апостол Павел говорит, сразу. И он тоже упоминает там и Медника Александра, да, и любящего первенца, вот у вас Диатреф, вот, который гнал. Мы помним, да, вот это вот, вот эти вот, из послания апостола Павла. То есть всегда были, в первые века уже были, где там чисто человеческие страсти, вот человеческий фактор, просто нежелание бороться с грехом, но человек как бы оставался в церкви самому, может быть, но у него были какие-то человеческие такие страсти, грехи, любящие первенствовать, да, вот. Или там, а были действительно лютые волки, которые не знали учения Христова, какие-то там продвигали свои интересы, были и из иудеев, да, желающие там первенствовать у вас и хвалиться плотью вашей. Помним такие моменты. Это началось сразу же, сразу после создания церкви. Церкви. Что мы видим после отшествия апостола? Вот. Мы сразу вот и видим и Политарв Смирнский, и Ирине Леонский. Они что, начинают учить, начинают показывать, что отступление уже есть. Ну, уже конец первого века. Во втором веке вообще уже. Ну, откуда взялись Ориген, да? Ну, сразу же в церкви началось там отступление. И вот если говорить четкого учения, оно тоже было очень разное мнение. Вот не было такого вот четкого учения, если сравнивать даже Ирине Леонского, там, да, вот, у меня такая книжечка есть еще там. Она в свое время сделана репринтное издание Святого Ирине Леонского в библиотеке Санкт-Петербургской Духовной Академии. Доставали и делали вот это такие вот репринтные издания. Вот, и потом переплетали и получались книжки. Еще это начало девяностых, вот, и что? У него вот, и, например, брать, например, Дианисия Репагита. Много таких мнений, которые друг с другом не состыкуются, да, вот. Даже вот Ирине Леонский о позднейшем учении, вот, ахилиазме, да, вот, о тысячелетнем царстве, он поддерживает тысячелетнее царство. А вот дальше уже Ефрем Серин, он не поддерживает. Вот, то есть, есть вот разные взгляды на разные проблемы, скажем, на разные точки зрения. Они у разных, вот, святых отцов, хотя они признаны святыми, и тот, и другой, ну, и многие там, они не сходятся. То есть, нельзя сказать, что вот было постоянно стройное учение, и оно всегда, церковь, она всегда развивалась, вот, развивалась. И единственный вот критерий, все-таки, хотя оно вот и не с первого века, а все-таки 34-й, 365-й год, да, вот, избрание Священного Писания на Ладикийском соборе, как бы. Да, это только были такие вот, или местные почитания, или, как вот, авторитетные, как бы, писания учителей, которые признавали, да, вот, то или иное, там, список Священного Писания, да, и Ветхого и Нового Завета. Ну, что, получается, единственное, что на Священное Писание является критерием, вот, ну, опять же, опять вот, как Игнатий Тихонович, он хоть и говорит, что каноны, 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 на самом деле, если посмотреть откровенно и честно, то каноны, они практически, если ты досадил и епископа, то будешь извержен, все. Остальные каноны, они не жизнедеятельны, не жизнеспособны, они не живут, не сейчас, но, скажу больше, они не жили никогда, ни в средние века, ни в античности, они не жили, не жизнеспособны были. Если они были какие-то, только, ну, первое время, там, может, месяц, два, три, год максимум, все. Ну, значит, с первого дня и до последнего, практически, до Стоглавого Собора всегда процветала симония, то есть все дьяконы, пресвитер и епископ рукополагались за деньги. То есть всегда не было ни одного, практически, дьякона, который не был рукоположен за деньги. Все, это была официальная такса, там, по-моему, 50 копеек было рукоположение дьякона, рубль был рукоположение священника. Почему и восстали стригольники, было такое вот течение стригольники, вот сегодня, если будет ренечка, посмотрите, почитайте немножко в этом википедии стригольники. Они восстали. И вот собрался Собор и осудили это учение, чтобы не учение, а, как сказать, это действие, чтобы рукополагать за деньги. Никогда вот не было какого-то благочестия, такого вот стройности учения. Апостольское правило гласит, я досмешно скажу, апостольское правило гласит, есть вот, я его, о этом самом, о рукоположении, о засимании, то извержен будет и рукополагающий, и рукоположенный за деньги, кто рукоположенный. Есть апостольское правило, но оно не действовало. Мало того, вот когда стригольники восстали, там митрополит Тверской был, митрополит или архиепископ Тверской, не помню, надо посмотреть его имя, я забыл. Он и еще там один игумен новгородский. И они восстали, ну, настояли на собрании, на созыве собора, собрался собор в Киеве. А киевский митрополит, он был за Симониев, а те были против. Для разрешения спора выписали, ну, какого-то там судью из Константинополя. Патриарх Константинопольский прислал, ну, рефери, судью. И судья, значит, как решил, говорит, ничего страшного, он в пользу митрополита Киевского решил. Ничего страшного в этом нет. То, что рукополагают за деньги. Ничего страшного, причем берется сумма-то приемлемая, они ничего страшного, пусть дальше рукополагаются за деньги. То есть он принял в сторону митрополита. Эти, это бедный там игумен, он был признан новгородским еретиком, его так называют еретик. И этого тоже пытались от Тверского архиерея гнать, тоже их так называют еретики. Вот до такого маразма доходило. Ну, и что? Ну, церковь, она все равно была, жила, несмотря на то, что... Ну, вообще, вот, вообще, можете припомнить, вопрос о границе к церкви, они вообще возникали на соборах, там, допустим? Я не знаю, нет. То есть не было церкви, вот, как бы, здесь ясно, вот, как говорит, очень ясно и конкретно Игнатий Богоносец, говорит, где епископ, там и церковь. Все. Вот священник, он не самодостаточен еще, а вот епископ самодостаточен. Вот где епископ, там и церковь. Все. Вот его такое мнение. Это святой муж, первый, начало второго века. Все. Это тогда так говорили. А что можно говорить сейчас? Вот. Как бы так. Единственный приоритет, действительно, граница к церкви какой-то, это идти древние. Вот. Даже тысячелетние, ну, истории последней Руси уже, как бы, убеждает в том, что в православии есть истинная религия. Вот. А как бы, ну, епископ там, там, где епископ, у меня это, допустим, мало убеждает в истинности церкви. Ну, вот и древние. Мне более нравится вот этот аргумент. Ну, видишь ли, как бы тебе сказать, церковь, вот, прежде всего была общинность, да, в этой древней церкви. Потом, как бы, получается, что строй общинности, он вообще был нарушен. Вот тем же самым монашеством, да. Спасайся, кто может и как может. На лодках, на надувных, там, этих матрасах, баллончиках и все. Если раньше, вот, был епископ, вот, апостол стали епископа во главе церкви, или сами там стояли, да, допустим, и учили, да, и смотрели за порядком церкви. То потом получилось, как бы, вот такая вот церковь мирская одно, а все в акты личного благочестия, вот, в акт личного спасения. Стали удаляться в пустыню, или вот, от людей, ну, может, это дело и доброе, с одной стороны. Кому-то, может, это даже очень не нужно. Я не то, что осуждаю монашество, вот, полностью, как Игнатий Тихонович. Я не считаю, что каждый, любой, обязан, должен и может идти проповедовать. Нет. Здесь, вот, это, вот, по мере возможности. Но, тем не менее, вот, поголовно, вот, стараться и ставить, вот, в пример, и уходить всем в монастырь, и только, вот, единственный, вот, вид христианства, это монашество, да, вы, как бы, главенствующее. И, вот, самое, вот, на что нужно ориентироваться. Вот это, вот, неправильно. Я считаю, что должно быть общинность и должно быть монашество. Должно быть, или же должно быть. Мы сегодня сталкиваемся с совершенно противоположным. Невозможно на сегодняшний уровень ни монашество, ни община. То есть, сатана настолько, князь мира сего, расколол людей, что невозможно ни уединиться, ни обобщиться. Мы же прекрасно понимаем, что сегодня это невозможно никак. Так-то и получилось, что, как бы, ориентированность у нас все на монашество. У нас общинная жизнь была уничтожена, стерта, как таковая. Ну, частью монашества, частью, вот, главенствующего, когда, вот, церковь была обмерщена, стала государственной, общинная жизнь, она постепенно стала затухать. То есть, образовалась приходская такая жизнь, хотя жизнью это может трудно назвать, приходская. Вот, как бы, и получилось, что вот эта приходская жизнь, то есть, для них эталон было монашество. Они стали ориентироваться на монахов. Вот. А не то, что там, чтобы была приходская жизнь, чтобы все были собраны вокруг одного и того же, вокруг священного Писания, в первую очередь, и вокруг Евхаристии. И, ну, естественно, вели христианскую жизнь. Нет. Для них христианская жизнь вообще непонятно, что только по названию христианин, крещеный, там, ну, причащается, там, как Игнатих говорит, четыре раза в год. Вот. Посты держит. Ну, и все. На этом все христианство, оно и закончилось. Но он знает, что вот есть монастырь, есть вот пустыни, которые вот молятся. Вот они знают, они вот ведут подвижную жизнь. Вот и все христианство. А на самом деле, вот, как бы, монашество, оно должно быть монашеством. Да, оно может, имеет, имеет право, как и в древние времена, на существование. Ну, ты говоришь, опять, ты говоришь, должно быть. Вот смотри, я тебе о чем хочу сказать. Берем древнюю церковь, да? Все время древней церкви мы можем наблюдать общинный образ устроения жизни, да? Ты говоришь, как раньше было, так и сегодня. Но сегодня совершенно противоположное. Когда общинная жизнь, она просто в корне невозможна. А если невозможна общинная жизнь, то невозможна церковь тогда, потому что церковь подразумевает только общественный строй, единомыслие. Как Христос сказал, когда приду, второй раз найду ли веру на земле. Вот мы сегодня наблюдаем тот этап мироустроения, когда единство веры невозможно. Вот понимаешь в чем, что нельзя сказать, что нет, нет, невозможна общинная жизнь. Общинная жизнь, она есть и возможна. У нас в Питере есть храм Федоровской иконы Божьей Матери. Там, кстати, вот Леша, ты с ним тоже разговаривал, да? Он же из Петербурга был в прошлом году летом. И вот был прихожанином Федоровской иконы Божьей Матери. Потом он жил в этом, в Светлогорске. Сейчас он живет в Финляндии. Вот. Как бы, вот там вот есть действительно общинная жизнь. Там есть, во-первых, как я объясню, в чем она заключается. Там несколько раз в неделю, три или четыре раза в неделю. Но для новичков и для внешних один раз, по-моему, в понедельник. Я вот водил одному своего сотрудника на разбор. Происходит разбор священописания по Евангелии. Читается Евангелие, там, ну, как-то берется. Каждый читает по стиху, все, кто приходят, приходят. И потом мы рассуждаем, вот, кому, что Господь положит на сердце. Это раз. Потом там после этого чаепития происходит, это вечер. А в этом, по воскресеньям, по субботам у них после службы, они после литургии, сами уже священники, приглашают всех в трапезную, там, кормят, поят, там, что-то кашу дают, вот. После этого сами священники могут, ну, беседуются, общение самое основное. Моют посуду. Вот к этому Клёше обратился, там, его жена. Чем они занимаются? Может ли церковь чем-нибудь помочь? Или они хотят, там, послужить церкви чем-нибудь, там, художник или, там, что, чем, вот. Ну, они привлекают к общинной жизни. Кроме того, вот смотри, у них, вот, несколько раз в неделю служится, вот, молебен затрезвенников, да, с алкоголезависимыми, с пьяницами, да. Вот. Потом, раз в месяц или, там, два бывает у них, служатся вечерним, как они, вечерним древним чинам. Несколько раз в год служатся литургии апостола Якова. Это единственная церковь, это вообще, не может, во всем про фамилию, где служатся литургии апостола Марка. В этом году уже два раза в год служили. На Светлой Седмице и после Нового года, там, вот, литургии апостола Марка. Представляешь, ну, вот, как бы, вот, общинная жизнь там есть. Люди, они... Этого слишком маловато для общинной жизни, она подразумевает общину не только собраться раз в неделю, но и устроение вообще. Нет, 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 там люди, которые туда ходят и уже там в этом занимаются, они связаны более тесно. Я тебе говорю о тех людях внешних, которые, я знаю, что там есть жизнь, мне вот, мне нужно привезти человека куда-то, чтобы показать. Я сам не принадлежу к этой общине, я хожу в другой храм молиться. Хотя у нас тоже есть здесь какое-то сестричество, они там вот, носят какую-то одежу там специальную, коричневую там. Литургия закончится, они столы выдвигают, там, это самое, сразу выносят чай, там, плюшки после литургии. Потому что есть, это частный случай, это мы, давай, не будем это у кого-то... А там нет. Может, на город по 10 человек на каждой есть такие, да, никто не отрицает. Но мы говорим о устроении сегодня мировой церкви, да, и какие границы с Канадом существуют. Вот, понимаешь, да, вот это вот беда, вот это беда. То есть и у нас, и, ну, я не знаю, на Западе-то общине существует там некогда в православных церквях. Но они западные, менталитет у них западный. Хотя, конечно, они друг другом связаны, они там, насколько, помогают, там, во Франции и все. Ну, во Франции друг другу помогают, но Священное Писание они тоже мало что изучают. Ну, собираются, молятся вместе, там, что-что. Но, что мне нравится в этой общине, что здесь именно разбирается Священное Писание. И основа, почему основа, вот почему мы должны вернуться. Вообще, на жизнь будет тогда, когда мы вернемся к Священному Писанию. Когда у нас каждый, вот, будет ходить с Библией, или с Новым Заветом, и вот, читать, и вот, задавать вопрос священнику, и всем. И, и вообще, каждый будет рассуждатель. Да, такой себе, как сказано, вот, все будут, все познают Бога. Не будут нужды кому-то, кого-то в чем-то учить. Хотя, это сейчас... Ты понимаешь, что это все мечты, опять же. Нет, это мечты, но... Давай, братья, это, или что у нас мы имеем на сегодня, и с этим, или что делать, как быть. Ты же видишь, что мы подошли к полной безысходности, что Церковь, именно о той Церкви и говорил Христос, найду ли веру. Я вот сегодня в соцсетях, да, с людьми общаюсь, а там чуть-чуть что, все, сектант, сектант, понимаешь, вот за патриарх. Увидеть, баба, каждый имеет свое мнение, не то, что там, а каждая баба, понимаешь, она лезет, отстаивает, доказывает свое мнение. Какая там Церковь вообще, там разруха полная. То, что она мнение доказывает, это, конечно, смешно, это не особо правильно, но страшно не то, что. Страшно то, что она далеко не по Священному Писанию и не хочет его знать. Вот, и ее напугали Священным Писанием, и страшно то, что и священники не знают Священное Писание, и никогда не учат и не будут учить по Священному Писанию, понимаешь? А если к ним обратиться, спросить что-то и пытаться объяснить, то они такую там ляпсус выведут, что смешно будет, понимаешь? Легче самому найти что-то и прочитать. Вот в чем дело. Давай, брат, Александр, давай, что-нибудь есть, тебе сказать? Сергей, вот ты сейчас вот сам как раз говорил о том, что епископы, они за деньги ставились. И, по большому счету, вот католиков, например, ты сам говоришь, что, ну, там их назвать, что это церковь, вряд ли возможно. Тут, знаешь, если вот по этому пути мы пойдем, то получится, где-то должна быть мера у нас, где епископы заканчивают свое существование как священники, которые, за которых мы держимся. Вот. И вот здесь вот вопрос, а где эта мера? Мы ее, может, уже давным-давно прошли, мы все держимся, мы вот наши православные, самые правильные. Вот. И мы поэтому имеем священство истинное и причастие от них истинное. Вот мне думается, что здесь вот какой-то тупичок в этой части у нас. Ну, я... Все правильно, да. Вот католики дошли до такой степени, что уже нечестие, назвать епископами-то у нас. Нечестие в таком... до такой степени. Но вот, да, с одной стороны, епископство, оно является носителем благодати, а с другой стороны, оно самое уязвимое, так сказать, звено. Почему? Потому что, как только епископ впал в нечестие добровольно, и он остается, для него это образ жизни, как бы, обман, пастырь, да, здесь вот нас настолько, как бы, остается только наша вера, вот в этом отношении. Вот насколько мы веруем, что, ну, да, вот он нечистый, там, этот проводник, вот, ну, рукоположный священник, или, там, может, кто-то чистый, да, вот, служит литургию с верой, литургия, она благодатная, и остается только надеяться, и на нам, в какой-то мере, на нашу веру, все. Остальное, конечно, нет никакой гарантии ни в чем, да, епископы, вот, это очень уязвимое. Но насколько, здесь Христос просто сказал, я с вами есть во все дни до скончания века. Здесь там и мерить, верить-то Христу можем. Я с вами есть во все дни до скончания века. И традиция церкви, она зизится на епископа. Вот в чем дело. По душе мне это, не по душе. Вот, ну да, по душе, может, что-то я не понимаю, согласен, не все. Но, слова Христа, во все дни до скончания века, ни одного дня не будет. Вот. Поэтому, ну, вот смотрите, получается, мы в некоторый формализм вот впали, зацепились за него, и за этот формализм держимся. Вот так вот просто порассуждать, вот, если нет священников, то и нет ничего как будто без них. Вот и все. Какие они там, они уже там, ну ладно, про фарисеев, когда Господь говорил, они Моисеевым Сезидалище учат, да, а то, что учат, делать мы должны, а по делам их не поступать. Но они хотя бы учили тогда, да, вот, Моисееву Закону. А сейчас мы знаем, что они уже, ну, сказать, что все не учат, мы так не можем, но массово идет совсем другое учение такое. А мы говорим, нет, 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 все равно они все правильные. То есть, а где эта точка, кто ее будет определять рано или поздно, вот, это все равно некая формальная какая-то вещь. Все-таки церковь живая, она не может быть заформализованной до такой степени. Она церковь живая, вот, кто живет, вот, как ты, может быть, живешь, еще кто-то живет так. Потому что по Писанию, по и по совести, по евангельской. А так, получается, в оковы взяли, значит, вот, и все. И кто не с нами, тот против нас. Люди много, допустим, те же самые баптисты. Ну, такое ощущение, что вот мы с православными их за каких-то недоумков считаем. Они как будто истории церкви тоже не знают. И вот, и люди спокойно живут, как бы, не зацепляясь вот за это рукоположение. Они живут, ну, там тоже разные люди есть. Но, черт-чер, ну, одни самые умные оказались. Вот, и мне вот это вот, и как-то я, мне это не ложится на сердце. Потом вот ты рассказывал, вот этот пример, о симонии, когда за деньги покупают все. То есть, понимаешь, ну, нам самые извращенные дали священство, да, вот, мы его получили, точнее, дошли до нас. И мне все равно там самые, ну, а как же, Христос же сказал с вами, да не с нами, не с этими священниками Христос обещал быть. А с теми, кто по Евангелию живет, по Писанию живет, кто верует во Христа. Вот. А не сформально это с точки зрения. Вот я, у меня как-то вот это, я думаю, что так. Вот, подожди, не совсем, не совсем я могу согласиться, почему. Христос говорит, я садистую церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть, врата ада не в церкви никак не одолеют. Христос обещал. Я с вами есть во все дни, до скончания века. То есть, не то, что там появятся в последние дни какие-то там элиты, ну, пусть даже самые разумные, умные и честные, изучая священное писание. И вот они, нет, а церковь, она будет, вот она создана в Пятидесятницу, и во все дни вот будет до сегодняшнего дня. Если мы вот, то тоже такой вопрос получается. Если вот протестанты, которые держатся исключительно Библией, да допустим, больше ничего не признают, вот, хотя ты говоришь о церкви истории, они ее не знают, нет. Ну, если они, как бы сказать, взять за церковь, то спрашиваются, где же была церковь все остальные времена, да вот. А то, что касается нечестия, ну, священцев, это дело в том, что никогда вот со времен, даже, скажем, не до константиновских времен, всегда были лютые волки, всегда были ереси. Меньше, чем гораздо, потом мы получили уже искаженное, так сказать, православие, христианство, не то, что было в Евангелии, а получили мы уже при крещении искаженное. И вот это вот искаженное христианство, так там еще хуже, если ты там, сейчас мы можем говорить спокойно и свободно, и восставать, а тогда язык тебе вырвут и сошлют куда угодно, если ты даже попробуешь что-то сказать, там, хоть 10 ты сейчас прав, вот. И тебя просто вырвут язык, объявят еретиком и предадут анафию. Вот так было, это страшно было. А это называлось христианством, хотя к христианству не имело никакого отношения вообще близко, вот в средние века. Наша православие, и католицизм тот же, и, ну, восточные церкви, наверное, попроще были, они были, как бы, не настолько самостоятельные, чтобы, вот, там царей не было. Вот у армян, там, у сирийцев, у коптов. А у нас-то не церемонии. У нас церковь, она от государства практически не была отделена. Вот в общем дело, что прочитал Евангелие, все, если у тебя какой-то вопрос возник, все-то еретикит. Если ты скажешь, вот, не дай бог, там, священник живет не по правилам, не по слову Божьей, не по Евангелию, если там не так что-то делать епископ, да что ты. Все, это, тебе и физический конец, и духовный. Мало того, что ты физически унизят, тебя еще и предадут анафеми. Вот что страшно, что ты окажешься еретиком. Вот такая чушь была. А сейчас этого, слава богу, нет. И мы, как бы, наследники той церкви получаемся. Вот в чем дело. Ну, здесь вот главная составная часть, как бы, да, вот, на чем мы пока еще держимся, это вот якобы рукоположение, да, и... Ну, а для чего оно, рукоположение, да, мы смотрим. Ну, вот в нашем случае для чего, какая функция? Ну, по сути, крещение через них, как у нас в учении сказано, что Дух Святой, да, с возложением рук, как бы, человеку это дается, да, дарить. То вот это и причастие, да, от священства у нас идет. Больше всего. Ну, там остальные еще что такое там нам дает священство? Нет, ну, священство дает многие таинства, как бы, крещение, крещение, как я сказал, вот, миропомазание рукоположение, потом преподает тело и кровь Христову, да, вот. Это, ну, да. Прощение грехов, прощение грехов, беспобедие, да, это самое обязательно необходимое. Ну, рукоположение, это уже, как бы, отдельный вопрос, но не всех касается. Вот, соборование, соборование, призовет Пресвитера церковный, да, молитву сотворят над ним, помазавший его во имя Господне, и молитва веры спасет болящего, и воздвигнет его Господь, и если грехи будут, отпустится ему, да. Вот, то есть здесь опять Пресвитера церковного необходима. Мы получились такие вот заложники ситуации, что заложники истории. Прокатившись по верхам истории, вот, церковь, она, ну, в какой-то мере она очистилась, но сказать, что она была вот так вот и чисто, вот, Господь говорит, святая и непорочная, да, святая и непорочная. Ну, люди, которые были в церкви, и вот возглавляли церковь, они получали свои эти самые саны, саны, вот, получали, и все, недостойно. И недостойно себе вели, и даже не знали другой жизни, не думали, что можно жить по-другому, и что это не есть христианство, они не знали этого. В общем, Сергей, смотри, получается, значит, за деньги рукополагались, живут беспутно, но живут еще ладно, но за деньги рукополагались, то есть они диагноз, священники становились, как же. Подожди, жизнь беспутна стали счастья, тогда нет, тогда были в этом отношении... Я, поэтому, спустя, ее как бы отложил, вот, главное, то, что я говорю про твой же момент, это то, что за деньги рукополагались практически все. Так эти люди потом на руку полагали, а мы говорим, они все равно истинные священники. Вот куда ни кисть, что бы они ни делали, какой бы беззаконие, а Господь через них, говорит, я буду действовать до конца времен. Ну что ли, вот видишь, Господь так сказал, и мы здесь уже... Понимаем, правильно ли мы понимаем, вот, про церковь все-таки? Я думаю, что здесь есть какая-то мудрость Божия, чтобы наша человеческая плоть разом не возносилась. Да, нам, мы не понимаем, нам не нравится, но Господь сказал, и все, ну, а что, все, я не попру, я не могу перейти против этого. Кто-то из святых отцов учил избирать священника себе как невесту, это было несколько столетий назад, а наибачи сегодня, я думаю, найти сегодня истинного пастыря Божия не так-то просто. Ну, братцы, это же частная речь, это так же, как монашество. Кто хочет, идет в монашество, кто хочет... Естественно, и, конечно, надо избирать священника, который верующий. И каждый хочет истинно верующий человек, если он пришел ради спасения и встретиться со Христом, он хочет окормляться у верующего человека, у верующего пастыря. Мы сам... Это понятно. Здесь очевидно, ни для кого не секрет. Но другое дело, для этого нужно поискать, побегать, походить, посмотреть, и то не найдешь. Я вот женщину одну знаю, я с ней общаюсь, наверное, больше года, да, и она вот уже второй год бегает, не знает, где ей покреститься, понимаешь, о троекратном погружении. И она не может найти этого больше года. И все, что... Вот в Воронеже, видишь, вот так вот, а что, нет нормального священника? Вот все-таки, может быть, знаете, вот мысль-то она в беседах предыдущих звучала, вот Сергей, я имею в виду один, который, вот, ты, наверное, слышал, там, с разными Сергеем разговаривал, и я тоже. Когда мы размышляли о том, что такое истинная церковь, вот, и высказывали, да, о том, что истинная церковь, это вот, не есть формальное православие, там, или каталицизм, то есть мысли так, а крайне, не крайне, это уже дальше кто-то хочет, пусть рассуждает. Вот, но, а то, что установлено формально, как бы, ты уже говоришь, чтобы не возносились, там, так и далее. То есть, ну, вообще, чтобы понимали, куда идти, по сути, может быть, Господь вот так и распорядился, точнее, не распорядился, а вот использует вот этот бедлам наш, только для того, чтобы человек вошел, огляделся, кому нужно, кто действительно Евангелие принял, он дальше сам, рано или поздно, уверует по-настоящему, и, может быть, отделиться от этого бедлама, бедламой, как раз вот и будет та истинная церковь, которая спасение ведет. Вот, а мы тут, как бы, ну, нет, нет. Нет, брат Александр, во-первых, если так же взять, вот смотри, давай скажем так, мы видим, что на протяжении всей истории, всей истории, бедламой, вот он был, он был, он не был, и люди все равно были святые, они же спасались в церкви, так и мы, спасаемся в церкви только. И это же не новое явление, вот это вот, что мы говорим. Да, оно неприятное, но оно было всегда. Если смотреть откровенно сейчас, оно даже во многих, оно превратило, ну, другие, как сказать, с другой стороны зашел. Бес он с одной стороны не возьмет, возьмет с другой. Сейчас нет симонии, скажем, но есть другие грехи, с другой. Ну, ну, церковь, она всегда была, и спасались всегда в церкви, и спасались всегда, вот, в чем, вот, так сказать, наша еще беда, особенно современная, что мы хотим все скопом идти в Царство Небесное. Вот, как бы, вот есть община, и община за нас все сделает, да, вот, хорошо, что Ильна Тихонович создал такую общину, но, ну, тем не менее, спасаемся мы все индивидуальные, каждый, каждый, все равно человек, он одинок, он одинок, но он идет к Богу один. Вот в чем дело. Через, через церковь, ну, церковь, она нужна для чего? Чтоб я мог прибегать к таинствам. Вот какой там священник не есть, пусть он там, но он для меня андро-босс. Он мне преподает святые тайны, тело этого Хрисового. Сергей, тогда получается вот здесь так, если по этой логике нам жить, то ни о каких, так сказать, критики католиков нам вести речи истины стоит уже. Это уже у них свой бардак, у нас свой бардак. И в итоге надо, значит, ну, все до конца, вот, католик, значит, все, буду пока совсем, вот, антихрист не объявится, вот тогда уже там, не знаю, что я буду делать. То есть, получается так надо обсуждать? По этому пути пошел Игнатий Тихон. Вот, да, он пошел по этому пути, чтобы все, вот, нет, здесь есть. Иначе так и получится, Сергей, иначе все твои оговорки, они, как бы, показывают, что ты хочешь, ну, как бы, я понимаю тебя, а ты хочешь вот какую-то меру найти, когда уже, вот, нет, вот они совсем уже перешли. Нету ее, если мы говорим, что там только в священниках, какие они у меня есть, то меру нам определять не надо уже здесь. Вот какие есть, такие есть, и, понимаешь, что вот они там пьяный придет, и, как, я не знаю, ну, как к пьяному подойти? А если я начну рассуждать, к пьяному подходить или нет, тогда вообще к кому? И еще других надо тогда, а он, где его облудит, вот, надо к нему подойти? Или не надо уже? То есть, понимаешь, что ты запутаешься окончательно тогда. То есть, надо вот есть, он стоит на кафедре, как сказано, не запрещен, все, подходи, хоть какой он там, кривой, голубой, какой хочешь. Ну, не кишка, к сожалению, вот здесь мы такие заложники оказались. Нам, с одной стороны, я почему вот грешу, вот, Игнат Тихонович начинает длиться про каноны, что они выберены, хотя сам он, сам он, многие каноны не признает, что они не жизненные, и я тоже считаю. Вот, например, понимаешь, мы не можем осуждать, вот, как бы, священника, мы не можем его обличать в открытую дару. По канонам не можем, не имеем права, хотя должны, ни священникам, ни епископам. Поэтому мы досадим ему и обличим, и ащи, и правы были, да, то мы отлучаемся от церкви. А как происходит? Они, они себя, то есть, во всех отношениях священства, вот, епископства, оно себя так оградило. Извини меня, дорогой, вот сейчас я тебя остановлю. Ты видишь, ты сам открываешь и видишь, что с какой стороны не подойди, там вообще ничего живого нет, а мы, где мы за ними будем до конца идти, вот до конца. Живого нет. Живое есть. Я такого не сказал. Я просто говорю, что, да, хитро, хитро сделано. Так что мы даже обличить их толком не имеем права, не можем. Они, они сделали так для себя, они оградились. То есть ты обличил священника, хотя Евангелие говорит, ну и обличайте, вы должны обличать. То мы, видишь, как, они их очень хитро сделали. Я считаю, что это противоевангельское вообще правило. И очень много, большинство правил соборов, они к Евангелию или опосредованно имеют отношение, или совершенно неевангельское настроение. Вот, как бы, вот так вот. Сергей, знаешь, я думаю, в принципе, вот весь наш разговор, я как бы, и когда вот думал об этом разговоре, я знал, что мы ни к чему новому не придем, потому что два пути, два пути. Я тебе благодарен, ты так вот, так сказать, хорошо все говоришь, и вижу искренне все, и слава тебе, Господи, что ты вышел на этот разговор. Но для себя я так и понимаю, понимаешь, либо какой он не будет, и мы должны ходить к нему. То есть рассуждения надо откладывать их все. Вот голубой, не голубой он не запрещен, иди и причащайся к нему. Нечего рассуждать. Пока кто его ловил там и так далее. То есть, понимаешь, там, ну, все. Либо тогда церковь, это что-то по-другому должна она пониматься. Это вера, главная вера, жизнь по Евангелию. А все остальное там, таинства эти так, сяк, они и так Богом даются. Господь и без крещения спасает разбойников, да, и без причащения. Вот. И поэтому здесь нам как раз покажут, что церковь, она на самом деле не в этих вещах, не в оковах находится она. Она в свободе, во Христе находится. К ней надо прийти. Не любому человеку, только услышавшему о Христе, надо говорить, слушай, тебе ничего не надо, вот ты живи там как хочешь. Нет. Вот, но вот так вот. Поэтому... Я знаю, что у меня есть какая вера. Я вот, допустим, человек православный. Я считаю, что от православия, да, от нашего исторического православия отходить нельзя, ни в коем случае. Я это поддерживаю на все сто. И у меня какая вера есть? Допустим, если мы будем молиться Господу о священстве, о том же, если мы, ну, будем жаждать того же причастия, да, встречи со священником, вот, то Господь обязательно откроет такого человека и покажет. Вот. Я думаю, главное оставаться вот в тех границах, границах церкви изначально, да. Но опять же, где их определять, эти границы? Опять найти священника, да. То есть, мы опять какого-то человека хотим найти. Священника, если мы говорим о чистоте, мы ее не найдем. А преемственности в чистоте и вот по, даже по канонам, мы не дождемся. Опять каноны у нас тоже там кривые и все. То есть, куда и в какую сторону ты не заглядывай, везде только условности. Понимаешь, я вот хочу верить, что я найду священника и буду причащаться. А он может давно не священник, а я буду верить. То есть, по сути, знаешь, это точно такая же жизнь. Я причащаться могу. Вера просто в то, что я не найду и вера в то, что найду. А ты тут уже выбирай одну из двух. Найдешь ты или не найдешь. Нет, ну, я говорю, это все равно некая вера, что вот я найду, он будет настоящим там. Я думаю, нет. Мне бы надо все принимать. Нет, не Господь обязательно покажет такого, я верю в это. Вот как стержень, помнишь, я тебе рассказывал, как стержень, а вот верит, что вот ему откроется такое. И вот он уже пять лет или десять так верит. И до сих пор ему не открыл, а он верит все равно. И называется православный. Хорошо. Дело в том, что еще, вы знаете, все-таки, тем не менее, вот как бы я могу сказать, это можете смеяться там или что там, но есть все-таки у меня какой-то и личный опыт вот в общении с Богом. Где, который вот я пришел как бы в церковь через веру, да, тоже ничего не понимая. Но я знаю, что живя вот в церкви и молясь как-то живя, я время от времени получаю благодать и чудеса, и милость Божия. Как ты думаешь, Сергей, от того, что ты православный, ты имеешь общение с Богом и чувствуешь то, о чем ты это говоришь? Или другие лишены, те, кто вне православия, то, о чем ты говоришь, они все лишены этого или нет, люди верующие? Я не знаю, я не знаю, ну, ты знаешь, я, конечно, не был ни баптистом, ни это, а общаться, общался, знаю, там, по молодости, и с баптистами, и с адвентистами, там, и с ними, и молился с ними, как бы все такое, как бы, ну, по молодости, там, как, перед разбором Священного Писания, все, ну, я тогда даже не знал, что есть такие каноны, запрещающие, да, и мне сейчас-то это все равно, как бы, параллельно, вот, но, дело в чем, получил я благодать именно в православной церкви, именно в православной церкви, как бы, я, я знаю, что, вот, я уверовал через Священное Писание, да, я, я почувствовал, что, я знал, что Бог есть, и я уже христианин, я крестился, и после крещения я изменился вообще. Ты знаешь, я очень мало слышал это от таких, от серьезных людей, от священников, встречи с Богом, как, есть, так вот, какие-то намерки, что, да, там благодать Божия, там помогает, в те случаи, такие вот, чудесные, и мы были, и священники говорили, но, как и таковой, а встречи с Богом нет, но зато, от мирян, особенно от женщин, слышал очень много разных, но там, знаешь, на грани фантазии, тоже, на грани фантастики, там вообще, всякие чудеса и чудотворца, свои, ну, там, уже, Господь, благодать уже такая, присутствует уже через кого-то, через каких-то святых, через какие-то, мощи, через какие-то там... Мне конца края, братья, этому не будет, это, уже настолько все это мы переговорили, что нового мы ничего не откроем. Ну, я согласен, здесь, я просто еще хочу сказать, что вот, Александр прав, что каждый останется при своем мнении, хотя мнение у нас у всех, в принципе, в большом счете, одинаковое, только, ладно, согласен, все, да. Братик, поговорили. Благодарю вас. Да, я вас тоже благодарю, спаси Господи, я рад был познакомиться с Александром, брат Сергий, рад тебя видеть, спаси Господи. Я хотел, чтобы мы только лично не говорили, а так, потому что, наверное, друг друга давно уже знаем. Ну, да, заочно знали давно, я ролики-то смотрю иногда. Спасибо, Господи. И крещение даже видел, да. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Ну, давайте, с Богом дороги. Бог. Субтитры сделал DimaTorzok